Знаменательное событие произошло в масштабах Брестского гарнизона. 115-й зенитный ракетный полк прибыли военнослужащие в количестве 60 человек для прохождения срочной военной службы. Сейчас мы находимся на плацу зенитно-ракетного полка, где проходит занятие по стройовой подготовке. Отрабатывание стройовой подготовки, быстрое реагирование на команды, учебные занятия. Вот так проходят первые дни новобранцев в составе подразделения 115-го зенитно-ракетного полка. Работа с превышенными солдатами уже сейчас ведется активно, и это только начало. Впереди у них серьезное обучение, позволяющее в будущем стать настоящими специалистами, которые смогут управлять зенитно-ракетной техникой на ответственных тактических учениях. Эта неделя знаменательна тем, что в полк было принято и прибыло 660 военнослужащих для прохождения срочной военной службы. Мы очень горды и ответственны наше мероприятие, принять их в нашу большую армейскую семью. Сейчас у них проходит процесс подготовки, начальной военной подготовки, которая в дальнейшем будет отражена на ритуале принятия военной присяги. Также по командованию части спланировано проведение дня открытых дверей для родителей военнослужащих. Во время этого мероприятия будет рассказано о истории воинской части, представлены заместители и руководящий состав части. Юрий Лешуга – один из тех молодых людей, кто осознанно решил служить Отечеству. А его прибытие в 115-й зенитно-ракетный полк считает счастливой случайностью. Именно здесь, по его словам молодому бойцу, можно многому научиться, познакомиться с военной службой и впоследствии стать настоящим военным. В Бресте имеется много воинских частей, но я очень рад, что буду служить в 115-м зенитно-ракетном полку, так как наш полк является лучшим среди воинских частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по итогам учебного 2013-2014 года. И чтобы наш полк и дальше занимал лидирующие позиции среди войск вооруженных сил, нам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы изучить предметы по общевойсковой подготовке и по специальностям. Военный опыт, получаемый белорусскими солдатами в армиях нашей страны, конечно, бесценен. Ведь благодаря службе тысячи юношей становятся сильными, мужественными, выносливыми. Эти качества в дальнейшей жизни помогают им с легкостью справляться со многими трудностями. Солдаты 115-го зенитно-ракетного полка знают не понаслышке. Армия не просто для галочки, это серьезная школа жизни, пройти которую дано не каждому. А потому они всеми силами стараются достойно нести службу, поэтому и имеют высокие результаты. Наши военнослужащие неоднократно выполняли задачи по воздушной обороне и охране воздушных границ нашей страны. Также выполняли задачи на российских полигонах, как хорошо было сказано подчеркнуто ранее. В 2014 году мы выполнили задачу по тактическому учению с боевой стрельбой на российском полигоне «Телимба». Вы выполнили на оценку «Отлично». В последнее время особенно актуальной стала тема реорганизации и модернизации армии. Многочисленные разговоры, которые ведутся по этому поводу на государственном уровне, пока не позволяют составить явную картину грядущих перемен. Однако, как бы там ни было, новые направления развития военного дела, внедрение современной техники, оборудования, модернизации авиации – только часть одного целого. Немаловажен фактор человеческий. Ведь во многом от того, кто несет военную службу, насколько верно и преданно отдается делу, зависит безопасность государства.